С посещения главной высоты России Мамаева-Кургана начался визит в наш регион делегаций прибывших для участия в Международном историко-культурном форуме. Он посвящен теме единства народов в битве за Сталинград. Приветствую участникам мероприятия направил и президент Владимир Путин. Он подчеркнул особую значимость подобных инициатив, направленных на объединение представителей разных национальностей и вероисповеданий. Материал Екатерины Караваевой. 200 дней и ночей героического подвига солдат и тружеников тыла, огромные потери и, наконец, победа. Эти факты о Сталинградской битве, которая стала переломной в ходе Великой Отечественной, безусловно, известны участникам форума. Вошли они и в энциклопедию, посвященную сражению на Волге. О ней с удовольствием рассказали гостям региона авторы издания. Однако работа над собранием продолжается, и сейчас исторические факты дополняются описаниями ежедневного быта тех, кто ковал победу в Сталинградской битве. История Великой Отечественной войны, в том числе и Сталинградской битвы, по-настоящему еще не описана. Описаны, в первую очередь, все то, что было, так сказать, значимо, сражения, победы. А как они достигались, какими усилиями, это еще нужно показывать через историю каждого бойца, потому что нужно всю битву персонифицировать. Сталинградская битва стала не только примером мужества, но и примером силы единства народов. Именно это стало лейтмотивом историко-культурного форума, который открылся в регионе. В нем приняли участие более 150 гостей из российских регионов, а также Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Южной Осетии. Все эти территории потеряли в войне своих земляков. Представители делегаций из республики Адыгея озвучили. С Великой Отечественной не вернулось половина из ушедших на фронт. Битва под Сталинградом и битва за Кавказ – это две взаимосвязанные битвы, которые нельзя одну без другой рассматривать. И вот упорное сопротивление наших войск в битве за Кавказ помогло завершить, окончательно разгромить в котле немецко-фашистские войска. Укрепление дружеских связей между городами и странами, которые стали настоящими побратимами в годы Великой Отечественной войны. Такова главная цель проведения международного форума. Это уже третий такой форум, который проводится и который посвящен участию народов Кавказа в обороне страны, в данном случае, в участии их в войне. В этом году это посвящено, как раз памятной годовщине обороны Сталинграда. И вот мы собрали всех ветеранов, участников, кто еще сумел приехать сюда. Конечно, это очень большое событие. Именно отсюда, с берегов неподкорной воской твердыни, от Сталинграда начался путь к Великой Победе. Эта победа стала возможной благодаря сплоченности народов нашей страны. Легендарный дом Павлова защищали представители девяти национальностей. В рамках форума ученые, эксперты, представители общественности и власти обсудят самые разнообразные аспекты Сталинградской битвы. А 26 апреля участники прибывших к нам делегаций посетят уроки мужества в волгоградских школах. Екатерина Караваева, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Спасибо. Спасибо. Спасибо.